Доброго дня вам! Доброго! Управление ГАИ сержант Добровольский. Пане воде, куда вы так поспешаете, что вы решаете сертист? А я превысил скорость, да? Чуть-чуть. Давайте посмотрим. Пожалуйста. Поспешай куда-то. Не, я хочу посмотреть на машинку. Давайте протокольчик составим. Протокольчик? Угу. Не, ну как вы хотите, как вам лучше? Не, ну может быть я до вас составил протокольчик. Да, давайте. Доброго дня, Пане воде, сержант полиции, как с областной клиентой? Да. У вас, как вы видите, здесь просто не выстратил. На самом деле, не обеспечена глянка. Дорога. Смешает. Техпаспорт. Здесь, смотрите. Сразу. Я выключаю всех, до вас можно взлетаться. Ну, можете мой господин говорить. Можете господин говорить. Можете господин говорить. Там же написано. Что вы боитесь? Берите, смотрите, записывайте. Не бойтесь, что ли? Не бойтесь, что ли? Ну, не бойтесь смотреть? Не, я думаю. Может вам не видно просто. Как вам поставить? Хотите так? Смелее, инспектор, смелее. Как? Как? Как вы сказали, меня зовут? Можно с вами познакомить? Как вас зовут? Кокис. Тарас Владимирович. Инспектор ДПСДИ. Перебиваю на посадку. Властнику этого номера до 2019 года. Тарас Владимирович, давайте, составляйте протокол. Что вам надо? Какие еще документы необходимы? Я нарушил. Я видел машину похожую на свою. Номер, правда, не разглядел. Ну, я хочу, чтобы вы составили протокол. Все как хорошо. Здесь у нас, как вы сказали, инобеспечная делянка Руху. Мы находимся с вами в непосредственно близости от границы. Правильно? Сколько здесь до границы? Пять километров. Пять. Пять километров вы стоите от границы. То есть здесь большое движение людей. Правильно? С других государств. Вы идите за гражданским движением. Как бы я считаю, что действительно работа ваша здесь важная и нужная. Поэтому нельзя вот просто предупреждать, надо составить протокол административный, чтобы человек понес наказание. Поэтому давайте составим протокол. Все как следует сделаем. Вот. Чтобы не было потом вопросов ко мне, что я там хочу избежать наказания. Поэтому давайте. Что вам еще дать? Помочь вам как? Потому что... Вам выдали измеритель скорости ваше руководство. Здесь сказали стоять в пяти километровой зоне от таможни и здесь ловить нарушителей. Просто маршрут нашел руку. Маршрут. Вы относитесь к области, да? Хорошо. Хорошо. Это просто очень просто, да? Конечно же. Хорошо. 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 Я надеюсь. Анастасия Смотрите, инспектор, по ПРД вы в данном случае не можете сделать. Это... По какой статье вы меня хотели только что оштрафовать? Я попрошу сказать, что это все вырухалось. Ну, инспектор сказал 124. 124 это нарушение, которое не подразумевает в принципе предупреждение. То есть за данную скорость вы по законодательству Украины, вы, к сожалению, не можете меня предупредить при всем желании. Спроси, какое предупреждение, по какой статье я хотел вам... Она снимает с издания. Как? Вы, смотрите, я понимаю, что у вас нет системы на составление протоколов. Совершенно верно, с вас их никто не требует, потому что вы здесь берете деньгами на месте. Я вам говорю, что если вы меня остановили и вменяете мне данную статью превышения скоростного режима 124 км в час, вы за это нарушение не можете меня по закону предупредить. Если вы сейчас будете меня предупреждать, вы прямо нарушите законодательство. То есть вы просто возьмете и наплюете на закон. А я напоминаю вам, что вы находитесь в 5 километрах от Евросоюза. Вам здесь, в принципе, надо быть просто идеальным инспектором, чтобы никто не мог даже подумать, что у нас на Украине есть такие инспекторы, которые плюют на закон, понимаете? Не, вы, ну, я вам вполне серьезно говорю. То есть, ну, вы не можете меня предупредить. Ну, реально, даже если очень захотите. Вам только составить протокол можно. Хотите, давайте свяжемся с департаментом ГАИ, с административной практикой. Наберем и спросим, что в данном случае можно сделать. Может, они вам подсоветуют. Не, я имею в виду, что, ну, если для вас это неординарная ситуация, вы первый раз видите человека, который едет 124 километра в час, давайте свяжемся с административной практикой. Как это оформить? У меня это впечатление, что вы только деньги на месте берете здесь, а протокол ни разу не составляли. Поэтому я хочу понять. Давайте, ну, не я вас звал. Я объяснял вашему. Виталий, смотрите, мне неудобно к вам так обращаться, но ситуация... Обращается Виталий, я не... Значит, Виталий, смотрите, ситуация проблемная. Ситуация проблемная. Я объясню, в чем суть. Остановили вы меня 124 километра в час. Заметьте, я не говорю, что это не я и корова не моя. Нет, Виталий, может, вы где-то поспешите. Я закончу, я закончу, я закончу. Я вообще никуда не спешу. Еду абсолютно спокойно. Поэтому, если я нарушил, а я еще раз проговариваю это вслух, что, ребята, опомнитесь, мы находимся 5 километров от Евросоюза. Здесь нельзя людей разводить. Секунду, Виталик, я закончу. Если я нарушил, я хочу, чтобы вы сейчас собрали все свои усилия, все свои мозговые способности и составили административный протокол, который я пойду и оплачу, потому что так требует закон. Согласно этой статье, согласно данного нарушения, вы не можете меня по закону предупредить. Данная статья не предусматривает предупреждение устного. Это только административный протокол. Если вы хотите меня предупредить, я хочу, чтобы вы составили протокол и постановление, в котором в постановлении вы впишите, что вы меня предупреждаете. Я получаю эту бумагу, вы, согласно закону, все сделали правильно, и я спокойно еду дальше. И все счастливо живем и работаем. Я понимаю вас. Но, знаете, у нас такая ситуация... Виталик, никакая ситуация... Секундочку. Никакая ситуация, никакая ситуация в стране не позволяет вам нарушать закон. Если вы сейчас меня устно предупредите, вы прямо наплюете на закон Украины, который вы... Нет, мы не будем плювать на закон. Давайте я вам объясню. Я же вам согласен статье объясняю. Ну, если вы в церкви, давайте мы складываем протокол. Конечно, я это вы прошу. Да я все уже показал. Конечно, Виталик, я просто хочу, чтобы вы своему напарнику помогли, как правильно составить. Я вижу, что вы давно этого не делали. Мы? Ну да. Ну, как не делали? Мы же сказали... Делали? Сколько вы сегодня протоколов составили? Сегодня два. Два протокола? А со скольки времени вы стоите тут? Ну, мы стоим, мы были на ДТП. Сколько часов уже здесь? На ДТП было, и, ну, годину времени можно. За час-два. Ну, хорошо, это нормальная статистика. Давайте третий протокол сейчас сделаем. Ну, поддивите, мы... Да, пожалуйста, я же, Виталик, я же не против, я же все показывал, пожалуйста. Пожалуйста, как удобно вам будет. Смотрите, я все показывал. И вы, а вы пока, чтобы не мешать ему, сертификат на прибор, вы будете расписываться, пану Водиеву? Конечно, конечно. Я и копию возьму, и распишусь, и все, и... Зимно, пану Визина, что статя 64-я может право не свяжить сертифику свою. 63-я есть. Ну, так как в протоколе есть. Так вы скажите, какое, я что понимаю? 63-я или 64-я? 65-я, 63-я. Вот, я надавал свои показания против рода, чтобы близкие. Правильно? Ты меня спрашиваешь, не правильно ли это? Друзья, давайте вы соберетесь. можно написать протокол. Можно ознакомиться? Да, пожалуйста. Я возьму, да? Так. Все правильно, 65-христалл? Ну, данные правильно, только вот по статьям, я хотел бы, чтобы вы меня ознакомили, и я спешусь. Я не против, я не против, да, сейчас... Но вы сгоден с этим протоколом? Не, я с информацией, которая здесь не снесена, абсолютно корректно, все правильно. Все правильно, Да, данные правильно внесены, я просто хочу расписаться, и за статьи, которые меня ознакомят, он и дальше. статя 122, 43-я, пункт права 12.4. Это я понял. Здесь я должен в протоколе расписаться, за то, что вы меня ознакомили, разъяснили мне статьи. Ну, статя 63-я. Да. Правильно? Разъясняйте. Статя 63-я, это вы можете давать свидетельства против своих близких, друзей, жене, родители, можете давать свидетельства, можете не давать свидетельства, правильно? Дальше. Все, и что вам это все? Дальше 63-я статья, что она еще говорит? Что я могу в рамках этой статьи делать? То, что я про жену свою гадость, и могу вам не говорить, я понял. Не, по своих близких, какие вы можете не давать свидетельства. 63-я статья не подразумевает, что вы должны перечислить всех моих родственников. Не, я про Росиков понял. Что дальше там, в 63-е вы имеете право не давать против себя свидетельствия. В связи с 23-е вы можете, точнее, пока вы имеете право не распределиться в 63-е, а в 63-е вы имеете право не давать против себя и своих родных свидетельств. Я понял. А теперь давайте по протоколу. 63-е понятно. 268-е, что говорит? Не 63-е, не 67-е, не 65-е. Тут написано, статья Украины 260, инспектор, вы должны четко подготовиться. Ваш протокол, который вы составляете, здесь две статьи, 63-я и 268-я. Вы мне про 268-ю что-то можете рассказать? Моете право на блокад, мое право на 2000 протисовит и преступление. Это 63-е вы мне сказали. Что такое 268-е? Это мать право на распределение. Не, не, 63-я статья не говорит мне о том, что я могу не расписываться в протоколе, это бред, ребята. Что это? Есть статья в Конституции, которая говорит, что вы можете в протоколе не расписываться. Вы верите в такую статью? Я нет. Что говорит 63-я статья Конституции? Внимание, вопрос. Я вам сказал, что мать право не надавать письмовую данному протоколу. Хорошо. Что говорит 268-я статья? Мать право на 2000 протисовит и преступление. Это все? Мать право на адвоката, на юридичную допомогу. Когда вы закончите, скажите, это все? Это все? Все. Хорошо. В рамках какой статьи я могу подать вам клопотание о переносе рассмотрения данного протокола? И нужно сказать. Все-таки забыли. Понимаете, я не должен из вас это вытягивать. Ребят, здесь я должен расписаться, я просто не хочу вас подставлять. Здесь я должен расписаться, что гражданин такой-то, ему разъяснены, тут написано в протоколе, разъяснить его права то обовязки. Вы можете мои обовязки разъяснить мне? Права? Ладно, понял. Про сестру гадости можно не говорить и про жену. Обовязки, какие мои? Что я должен? Права? Какие у меня есть права? Права? На что права есть? Ну, 63-я, что говорит, и 268-я, там что, есть разделение на водителя и на... Ладно, я пишу, что вы мне не разъяснили, потому что это бред. Вы старались, но у вас не получилось, я понял. Ой, где расписываться хоть надо? Не, не надо. Где расписаться? Ребят, ну я вижу, что реально вы протоколы здесь давно не составляли. Ну это, ну это, ну как и так можно не подготовиться? Ну это смешно. Кстати, правопорушные... Не, это не относится, да? Я пишу, не разъяснил. Без обид. Правопорушные тут у тебя рафа, но это право надо. Значит, в пояснении я пишу, что мной заявлено ходатайство о переносе рассмотрения дела по месту жительства. Вот, так как у меня есть это право, я правильно понимаю? Я вам напоминаю, что ваши компетенции сейчас решить, давать мне это право или не давать. Могу ли я это сделать или нет? Хотите вы принимать на себя ответственность и здесь на месте, либо... Нет, я знаю, что я мое право заявить, но в вашем праве, я просто вам помогаю, в вашем праве разрешить мне это или не разрешить. Как вы решаете? Вам позволяется в ваших правах. Можно, да? Тогда вот здесь в протоколе будьте любезны, впишите, где и когда будет рассмотрение данного протокола, чтобы я мог туда приехать. То есть здесь в протоколе есть такие графы, за которые я должен расписаться, что меня поведомили, кулы будет урозвен от всей справы. Возьмите и я распишусь, пожалуйста. Там надо указать время и место, куда мне надо подъехать на рассмотрение данного дела. Учитывая, что я попросил рассматривать это место жительства, вам лучше связаться с админпрактикой, выяснить этот момент, вписать и тогда я буду уведомлен. Ну так это по закону. Я подожду. Вы хочешь туда развивать? Ну я уже указал вам. Теперь спецы закупить протокол об этом? Конечно, конечно, ребят. Из-за протокола, из-за постановки я потом распишусь сразу, как хотите. Вы же сейчас будете в постановлении переписывать данные. Вы перепишите постановление, я за все распишусь сразу и все. Пожалуйста, посоветуйтесь напарникам, я не против. Так, это еще раз протокол. Значит, постановление уже есть, да? Конечно. А что, постановление не вписывается? Расписывается, я запишусь на письмо. А, все, вопросов нет. Ну что, не маю права по запишу. Вопросов нет. Ну, а где надо расписаться? Вы неправильно расписались, тут мали расписаться за то, чтобы проведение. За что должно быть здесь? За место проведения, вот мали расписаться. Особо яка ознакомлена с местным часом розыгрыта. Сейчас... А видите, как получилось, инспектор? Вы час и время рассмотрения записали до того, как предложили мне внести клопотание о переносе. Ну, это тоже немножко неправильно, нам бог с ним, ладно. Тут я расписался, про статью я пишу, что я не ознакомлен. Я вам поясню статью хорошую вашу? Нет, статью да. Вы здесь вот смотрите, здесь какая история. Гражданину такому-то разнесено его право и обязательства, предусмотренные статьей 63 и 268. Вы, к сожалению, не знали вообще о статье 268, что она есть. Ну, то такое дело, то ладно. Так, все, тут я расписался, тут я расписался, свитки в нас не мая. Где я вам еще надо поставить подписи, чтобы вы постановление начали написать? За копию протокола. Копию протокола, пожалуйста. Ручка ваша. Это постановление, да? Значит, так, протокол дай, пожалуйста. Там милиция. Что снизу журнала? Да, я сейчас, да, уточню, да, уточню. Так, ручий транспорт на Вольсваген такой-то, номер знак такой-то, такого-то числа. Вот нарушил знак 545. В зоне, где есть знак 545? Да, зоне, где есть знак 545. То есть, смотрите, в постановлении написано, чем с коев административного правопорушения предбачено частинную третью статьи 122. Значит, протокол по 122 статье. И постановление по 122 статье части 3. В постановлении по данной статье написано, застосоваты до меня административное стягнение, то есть наказание в выгляде в виде предупреждения. 122 статья не подразумевает предупреждение. Постановление должно быть составлено по статье, которая подразумевает предупреждение в письменном виде. Данная статья, это бред. Это постановление, это бред. То есть, я за него распишусь, я его беру. Кто, как имя, отчество, фамилия вашего непосредственного начальника? Начальника ГАИ? Нет, не начальника ГАИ, а вашего командира. Кто вас инструктирует перед выездами? Как его имя, фамилия? Ну, верно, все, ГАИ. Как имя вашего начальника? Кому я могу обратиться? Вы информацию обязаны проинформировать мне. Кто является вашим непосредственным руководителем? Кому я могу обратиться сейчас, для того, чтобы обжаловать это постановление? Как его зовут? Белус? Да. Александр? Да. Евгений Александрович. Евгений Александрович. Он в звании кого? Капитана Милиции. Капитана. Будьте любезны, ручку я распишусь, возьму это постановление и сейчас обязательно ознакомлю его с ним. Копию постановления получил. Вот я расписался. Будьте любезны, дайте копию мне. Это, конечно, очень печально. Это букет мой, дай. Это нормально. Это нормально. Букетик, хоп, он белый уже. Сейчас, секунду. Здравствуйте. Инспектор, я еще, буквально полминутки займу вашего внимания. Смотрите, учитывая, что мы находимся в приграничной зоне, я бы очень просил вас, как гражданин, пожалуйста, будьте любезны, с напарником, повторите, пожалуйста, статьи. Хотя бы, хотя бы запомните, что в протоколе статья 63 и 268. Почитайте ее, вникните в нее. И знаете на будущее, что нельзя составлять постановление по статье, по статье, которая этого не предусматривает. Статья 122 не предусматривает предупреждение. Пожалуйста, это грубое нарушение. Вот эти документы, это фальсификат. Это фальсификат, который не имеет места быть вообще на территории Украины нигде. А учитывая, что это приграничная зона, так вообще, ребята, это позор. Учитесь, пожалуйста, составлять протоколы. Мы просто, извините, но мы просто поспешаем, мы не можем за вами за тебя. Друзья. Давайте мы в другую разу встретимся, поговорим. Не, 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 не о чем сейчас. Я вас не задерживал, вы должны понять. Не, мы зрозумели вас, мы вас зрозумели. Да это дело не в этом. Вы понимаете, что вы мне не делаете одолжение, друзья. Вы мне, вы мне не сделали одолжение. Вы нарушили закон, вы прямо нарушили закон. Вы по 122 статье написали предупреждение. Это вообще не предусмотрено. Вы просто не знаете. Разумите нас. Вы просто не знаете. Мне не о чем с вами общаться. Я хочу, чтобы вы не нашли закон. Пожалуйста, прочитайте еще раз статьи. Пройдитесь, как их правильно составлять. Я приеду, проверю. Все, идите работать. Все, счастливо и здорово. До свидания.